Реалити-шоу «Город творчества» Помимо самих команд, все это время на проекте трудились приглашенные эксперты и наши жюри. Все эти месяцы они направляли, поддерживали и сопереживали нашим участникам. Проект, в котором участвовало очень много людей и в организации, и в проведении, и участников, и жюри, и консультантов и так далее. И интересно то, насколько сильно изменились взгляды, изменились какие-то мотивы от начала, от первых встреч жюри, когда мы только узнавали о сути проекта, и уже сейчас, к моменту того, как три работы реализованы. Да, обсуждался состав жюри. Я почему-то была уверена, что будет очень много конфликтов. Причем с теми людьми, с которыми мы, к счастью, наверное, и не конфликтовали. Когда мне сообщили, что одним из результатов будет роспись на улице Ленина, честно говоря, не очень верилась, что это получится. Проект «Город творчества» – хороший пример для художников, что нужно делать большие проекты. Не надо сидеть в квартире где-то, зашиваться и рисовать в стол. Надо выходить и показывать себя. Вот, я могу, могу. Это прорыв определенный, как я уже сказала, небольшая культурная революция в рамках отдельно взятого города, насколько она возможна, но как бы с минимальными людскими потерями и жертвами. Потому что современное искусство, оно всегда с большим трудом приходит на улицы города. Я еще тут, помимо того, что член жюри, я еще и автор фирменного стиля этого шоу. Изначально, когда мы его задумали, когда мне описали суть проекта, я предполагал, что это будет некий взрыв красок, какая-то, не знаю, эстетика такая. Ну, радость, солнце, Бразилия, условно говоря, по таким словам это можно было бы описать. И вот этот ребенок уфанетовский, очередной, он родился, он стал ходить, он ползал, он бил посуду, он ссорился с родителями. Да, и вот все эти стадии, все это нормально прошло, ребенок подзрослел, извинился за то, что обидел маму и папу. Родители тоже сказали, давай больше не будем делать таких ошибок. Были соседи, которые жаловались на поведение детей. Вот эти все стадии прошли в каком-то смысле, да, такая короткая жизнь, сейчас все подходит к финалу. И было интересно смотреть, как проект именно взрослел, как радостно он начался, как наивно, забавно, с ребячеством, как он постепенно, постепенно обрастал какими-то такими факторами, что, в общем-то, он уже стал именно как взрослый такой серьезный человек. Сам проект дал отпечаток на каждый город, в котором мы побывали, то ли на кастинге, то ли во время проведения проекта. В любом случае, как штамп в каждом паспорте, теперь в каждом городе есть свой отпечаток, своя картинка. Мне, на самом деле, сначала была интересна авантюра поездок, знакомство с новыми людьми. Мы объездили с севера Башкирии по юг, и в Оренбургскую область даже заглянули. То есть увидели более 200 человек творческих. Те, кто знают мою принципиальность лично, если бы что-то шло совершенно наперекор, изначально договоренностями я просто не стала бы в этом всем участвовать. Я могла бы отказаться в любой момент, в принципе, меня ничто не держит. Но к нам прислушивались, это очень хорошо. Я, в общем-то, довольна своей работой. Я очень рада тому, что Уфанет решился на этот проект. Поднять и стать первопроходцем достаточно сложно. Я доволен, что я прикоснулся, но я завидую. Я хочу отмотать щечек, я хочу полезть во что-то такое и мазать стену, стоять, бояться высоты. Это классно. На вышку мне совершенно не хотелось. Никогда. Я страшно боюсь высоты. Поэтому, когда я наблюдала за работами ребят, у меня немножко подкашивались ноги и потели ладошки. Я не очень люблю такие большие фасады, тем более я не смог бы работать в команде. Телеканал ЮТВ мне стал уже достаточно родным, потому что я прохожу по коридорам вашей организации и понимаю, что я здороваюсь уже через раз. Раньше это было, искала глазами, где кого я знаю, а сейчас я знаю практически всех. И так здорово я попадаю в семью, в какое-то теплое гнездышко. Ну, я думаю, что это очень смелый шаг для Уфанета организовать такое мероприятие большое, которое все равно как-то визуально дополнило наш город, добавило пару достопримечательностей. Ну, по первому проекту Уфа стоит на первом месте, это однозначно. А вот по вторым композициям там все как-то попроще. И поэтому я не могу такое свое мнение дать за них или за них. Они, по-моему, равносильны по композиции. Я прекрасно понимала, что в итоге придется нам выбирать ту команду, которая должна победить в итоге. Сейчас без зазрения совести могу сказать, что да, лидирующая команда для меня есть. Но скажу, что в последнюю, наверное, минуту или секунду может что-то произойти, пойти не так, и все изменится. Достойны все. А выбирать надо наиболее какого-то достойного. Ну, я восхищаюсь этим телеканалом, что действительно, ну, не знаю, я не знаю других таких телекомпаний, по крайней мере, в нашем городе, которые настолько бы пытались изменить вот этот существующий порядок вещей, изменить среду, облагородить ее, работать и социальными проектами. Настолько внедриться в жизнь города, что не просто как бы ее так пассивно освещать, вот там произошло то-то, произошло то-то, а влиять на ситуацию. То есть как бы это абсолютно совпадает с лично моими жизненными принципами, то, что я не плыву по течению, а как бы пусть мир прогнется под нас. У фанат регулярно в это окунается, и это показатель взрослости компании, это показатель умения рисковать, понимание того, что уровень достигнут такой, что мы выйдем из любой тяжелой ситуации. У фанат регулярно в это уходит. Я за это бесконечно уважаю компанию, потому что я сам руковожу небольшой компанией. И вот этот уровень ответственности на руководстве, прежде всего, на группе менеджеров, топов, умение прописать там тайм-менеджмент, это жестко все. И в этом смысле я отношусь с большим почтением к тем, кто все это творил. Хочется быть уверенным, что дальше не будет спокойно и будет пытливо. Мне кажется, этот проект, он стал примером для многих художников, которые тоже могут решиться что-то сделать на каком-то фасаде. Опять же, очень мало решительных художников, которые могут себе позволить такую смелость. Прийти к каким-нибудь организаторам и предложить какой-нибудь проект. Вот это я вижу через проект. И я знаю, что у вас уже подражатели скоро возникнут. У меня есть такая информация. Но тот, кто делает что-то первым, он не расслабляется и идет дальше. Да? Идет дальше. Это классно, это и есть движение. Реалити-шоу «Город творчества» – это проект, который оставил след не только в наших городах, но и в сердцах всех тех, кто участвовал, смотрел, видел, переживал и, конечно, создавал вместе с нами, с компанией «Уфанет» этот проект. Хочется сказать спасибо и тем, чья работа оставалась за кадром – организатором, корреспондентом, оператором, нашим коллегам в Нефтекамске, Стерлитамаке, Оренбурге и Уфе. Ведь все мы вместе старались наполнить творчеством наши города. Субтитры создавал DimaTorzok